Добрый вечер, в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белычева. Контролируй и добывай, под чью крышу уходит янтарная мафия. Взятки гладкие, почему пойманного с поличным замминистра восстановили в должности. Китайское обсуждение. Лидеры Большой Двадцатки договорились поднять украинский вопрос на саммите в Китае. Без Украины? Не менее пяти человек погибли в результате аварии украинского микроавтобуса в Польше. Еще двоих пассажиров госпитализировали в критическом состоянии. Авария произошла на кольцевой дороге в Люблине. Автобус с украинскими номерами врезался в фуру, которая стояла на аварийной полосе. Причину ДТП сейчас выясняют. На месте работают несколько патрулей полиции и спасатели. Подробности происшествия мы пытались узнать в украинском медиа. Как там сообщили, сейчас выясняют, являются ли погибшие украинскими гражданами. В результате этой аварии п'ятеро осіб загинуло и двое отримали важкие поранения. Наш консульский сотрудник из Генерального консульства в Люблине выехал на место подеи с метою выяснения деталей и обставин этого ДТП. Наразі официального подтверждения того факта, что посередали и погибли были гражданами Украины, у нас нет. Пока это вся информация о ДТП в Польше. Если в течение выпуска нам удастся получить более подробные сведения, мы обязательно вернемся к этой теме. День украинского флага. Сегодня стяг в столице торжественно поднимали президент Петр Порошенко и дочь героя Украины Владимира Рыбака Мария. Ее отец отдал свою жизнь, защищая флаг в родной горловке на здании горсовета во время нападения боевиков в апреле 2014 года. Торжественная церемония сегодня проходила на Софийской площади. Сразу после ее окончания президент пообщался с людьми, которые здесь же собрались. Его также вызвали на разговор и отчаявшиеся вкладчики Банка Михайловский. Порошенко успокоил их и сообщил, что взял ситуацию под личный контроль. Я знаю про проблемы вкладчиков Банка Михайловский. Позиция первая. Эти деньги были вкрадены злочинцами. И я взял следствие под свой особенный контроль. С днем украинского флага поздравили украинцев и спикер Андрей Порубий с депутатами первого созыва. В честь этого праздника глава Верховной Рады открыл в парламенте тематическую выставку, где вместе с политзаключенными они вспоминали, как 25 лет назад под купол вносили первый флаг независимой Украины. Именно он сегодня украсил стену парламента. После торжественных событий в Верховной Раде Порубий отправился на допрос в Генеральную прокуратуру. Его вызвали как свидетеля по делу событий на Майдане. В департамент спецрасследований ГПО он пришел ближе к вечеру, заявив, что со следствием сотрудничать готов. И к обстоятельному разговору тоже готов. Порядку говорили про путь на Майдане и про путь на початку АТО. Тобто, период секретаря РНБО, период Майдану. И хочу сказать, что я уже давал очень много часов следствия по поводу событий на Майдане. Я надеюсь, что, возможно, следствия имеют какие-то новоустановленные данные, которые нужно дополнить. Допрос затянулся, он длится уже четвертый час. Я напомню, что ранее в ГПО заявляли, что кроме Порубия хотят допросить и других политиков. В частности, секретаря СНБУ Турчинова, экс-премьера Яценюка, мэра Киева Кличко и президента Петра Порошенко. И сегодня генпрокурор назвал сумму убытков, которые нанесли Украине компанией беглого младоолигарха Сергея Курченко и бывшего министра доходов Александра Клименко. Речь идет почти о 200 миллиардах гривен. И по словам Юрия Луценко, это только вершина айсберга. ГПО проанализировала лишь только часть фирм подельников Януковича и прогнозирует, что суммы эти будут намного больше. Половина фирм, которые сейчас ванализованы, из тех, что были загнаны на так званые площадки Клименко, вкрали приблизительно выдатковую частину кричного бюджета Украины. Это выражение на вопрос, почему так плохо живет украинский народ и почему такая слаба украинская держава. Янтарная мафия подконтролена. Такое заявление сегодня сделали в нацполиции. Заверили, что нелегальная добыча остановлена. Чтобы это проверить, наша съемочная группа отправилась в Олевский район Житомирской области. Репортаж Ярослава Кречко. Машины, показалось бы, глухой лесной дороги. Едут одна за одной. Слева и справа поваленный лес и вырытый старателями канал. Из него берут воду для мотопомп. В 100 метрах от дороги свежие ямы. Вода еще не успела высохнуть. Это значит, что мотопомпы работали здесь совсем недавно. Едем дальше. В лесу замечаем полицию. Эта машина приводит нас на Клондайк. Вокруг сотни людей с лопатами. Камеру сразу требуют выключить. Оказывается, на корабль, так это место добычи янтаря называют местные, полиция нагрянула сегодня утром. Старатели возмущены, почему людей в погонах не было ночью и в тех местах, где работают мотопомпы. Люди хоть и кричат, но постепенно рассказывают. Практически каждую ночь возле вырытого канала работают до 30 мотопомп. Это подтверждают и местные активисты, несмотря на заявления нацполиции о взятии под контроль янтарной мафии. Мы уже полностью взяли, начиная с ЧГУ в Ривенской области. Ну и не только, и в Житомирской, и в Олинской тоже. Даже были проявления в Киевской области, это в области ЧАЭС, но там мы быстро прекратили. Бурстин, как массово добывали, незаконно так и добывают. А вот нещодавних три дни, безпосредственно в ночи я маю информацию, что на урочище корабель отбывался добывок бурстину за допомогом мотопомп. Ну, представники криминального света брали под контроль территорию, выставляли охорону и в ночи добывали бурстин. А днем на Клондайк с лопатами приходят местные жители. С полицией они то ругаются, то пытаются договориться. Вы нас выразумеете, мы вас разумеем. Как-то требует находить их только на общий язык. Вам пришел приказ? Я субботства сюда не ездил, мы поливли. Подобные рейды, говорят в райотделе полиции, проводят регулярно. Но местные жители на них внимания, похоже, особо не обращают. Сегодня старателей не задерживали, они лениво разбрелись по домам, чтобы завтра вернуться на Клондайк. Вот это все безработные люди, работ нет. Это безвыходные положения. Я вам серьезно скажу, люди копалы и будут сопать. Ярослав Кречко, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер, Житомирская область. В Николаеве на взятке погорел первый зам главного налоговика этой области. Взяли его следователи СБУ и военные прокуратуры. Спецслужбы несколько месяцев документировали факты вымогательства денег у предпринимателей. Сегодня задержали его с поличным. Все подробности узнаем у Кирилла Ющишина. Новость о задержании очередного коррупционера сегодня снова сотрясла Николаев. На взятки попался высокопоставленный чиновник, первый заместитель главы областного управления государственной фискальной службы Роман Подгородинский. Вот на видео, это наши эксклюзивные кадры, чиновника выводят из здания налоговой, сопровождение спецназовцев и увозят на допрос в СБУ. Визита СБУ и прокуратуры в ГФС никто не ожидал. Рядовые сотрудники неразговорчивы. Ходят какие-то товарищи с телефонами возле нашего здания. Они, видно, имеют отношение. Лично мне никто ничего не аргументирует. Одновременно с первым замом главного фискального чиновника области задержали посредника, который тоже получил взятку. Следователи рассказывают, преступная схема выглядела так. Налоговик открыл уголовное производство на предпринимателя, потом потребовал взятку за то, чтобы дело закрыть. Деньги брал через посредника, причем не раз. Он устанавливал так называемую ежемесячную таксу. Простыми словами, дань. Посредник был затрублен с суммой 250 тысяч гривен. Но это была третья часть от того, что требовал взятник. В целом, по этому эпизоду установлено, что загальная сумма хабара становилась около 700 тысяч гривен. Задержанный сегодня чиновник раньше служил в СБУ. В общей сложности 14 лет. С 2015 года работал в фискальной службе в звании подполковника. Теперь ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. В ближайшее время чиновнику изберут меру пресечения. Кирилл Ющишин, Игорь Попов. Подробности телеканал Интер. Николаев. Вот погоревший на крупной взятке бывший замминистра здравоохранения Роман Василишин, которого тоже взяли с поличным в свое время, снова в седле и возвращается в свое теплое кресло. Почему суд удовлетворил его апелляцию? В особенностях украинского правосудия разбиралась Татьяна Овенникова. Пойманный на взятке бывший замминистра здравоохранения Роман Василишин снова в суде. На этот раз в апелляционном. Напомню, в начале июля Василишина задержали сотрудники прокуратуры. Во время обыска у него изъяли более 50 тысяч долларов, 320 тысяч гривен и 2,5 тысячи евро. Тогда же генпрокурор заявил, что Василишин организатор схемы поборов с врачей урологического отделения столичной Александровской больницы. По словам Луценко, еженедельные суммы доходили до 100 тысяч гривен. Кабмин, не дожидая судебных разбирательств, от должности чиновника сразу отстранил. А потом и киевский Днепровский райсуд постановил работы в Минздраве лишить и арестовать на 60 суток. Но за Василишина внесли залог около 3 миллионов гривен и он вышел из СИЗО. Но сегодня защитники Василишина заявили, решение Днепровского суда нужно отменить и вернуть Василишину должность. И вот почему. Защита уверяет, все улики были собраны не тем ведомством. Вместо генпрокуратуры должно быть НАБУ. А значит решение суда автоматически незаконно. На этой правовой коллизии адвокаты Василишина и выстроили свою апелляцию. Прокуроры заявили, они против. А еще сторона обвинения уверена, пока Василишин на свободе, а не в СИЗО, он может оказывать давление на подозреваемых по делу медиков и тем самым влиять на ход следствия. Однако после короткого совещания судьи огласили вот такой приговор. А по листинам сказано, что закупка пенчика в инцидентах послышан оттуда больные. Что касается самого Минздрава, то ведомство по-прежнему без главы. Сорвана закупка лекарств прошлого года. О поставках текущего и речи нет. С вакцинами ситуация еще сложнее. Скоро год, как международные организации, ждут от Министерства разрешения на поставки лекарств от редких заболеваний. Но хуже всего с препаратами для лечения детской онкологии. В отсутствие министра, место его зама, после Василишина, заняла волонтер Ульяна Супрун. Татьяна Авинникова, Александр Данилов. Подробности телеканал Интер. Премьерское воспитание. Владимир Гройсман предложил отправить на фронт задержанного на взятке в прошлую пятницу сотрудника госслужбы по делам ветеранов АТО. Я напомню, этот чиновник потребовал от организации, которая занимается психологической реабилитацией пострадавших, откат 230 тысяч гривен за победу в тендере. Его задержали прямо во время получения этих денег. Таких признавцев нужно сразу в штрафбат отправлять. Штрафбат отправлять только военнослужащих, но он у нас, на жаль, не военнослужащий. Мобилизовать и на фронт. Наши воины, молодые парни, которые отдают свое жизнь и здоровье, захищающие нашу страну, потребуют реабилитации. И, извините, эта мерзота берет откаты за тех, кто будет победителем тендера на реабилитацию. Тварина. Сегодня же на заседании Кабмина премьер потребовал с 1 сентября в обязательном порядке запустить систему электронного декларирования. Скандал, который разразился неделю назад после ее тестового запуска, Гройсман назвал позором и раскритиковал работу руководителя нацагентства по вопросам противодействия коррупции Натальи Корчак. Напомню, месяц назад она уверяла, что к запуску 15 августа система полностью готова, но на деле оказалось, что программа недоработана. 1 вересня вы запускаете сертификованное электронное декларирование? Мы уже передаем все документы Держпецзвязку и Держпецзвязок взял на себя обязательства доопрацювать программу. С 1 вересня мы должны запустить эту систему. Я хочу вас попередить про персональную ответственность. Вас, панель Наталья, и вас. Вот от этого момента у вас есть один тиждень для того, чтобы полностью запустить систему электронного декларирования в Украине. Другой даты, чем 1 вересня, больше нет. Все, крапка. Звольнение – это будет просто минимум того, что будет. Во второй половине дня доступ к системе Е-декларирования оказался закрыт. На сайте Национального агентства по предотвращению коррупции пояснили, что система электронного декларирования начнет работать в полном объеме. С 1 сентября те же, кто уже внес в систему свои данные, должны не позднее 7 дней после ее запуска проверить предоставленные документы. Криминальные разборки или политический заказ. В Запорожье минувшую ночью неизвестные бросили гранату во двор местного депутата. Кто и за что хотел свести счеты с политиком, разбирались наши корреспонденты. Взрыв произошел в половину 11 вечера, когда хозяин вместе с деловыми партнерами сидел на веранде. Неизвестный перебросил гранату через забор и скрылся. Эксперты установили, это была противопехотная F1. Ее осколки поражают цель на десятки метров. Граната F1 не может быть запугиванием. Это однозначно покушение. В последние годы Виктор Щербина был на госслужбе. Руководил Запорожским районом. Сейчас, как депутат облсовета от блока Петра Порошенко, занимается выборами в Долинском сельсовете, которые пройдут в это воскресенье. В организации покушения подозревает нынешнего сельского голову, который тоже баллотируется. Есть масса криминальных проважений, если мы оследим с 2002 года, мы можем их всех поднять и увидеть. Но ни одно не доведено до результата. Сам голова от подобных обвинений открещивается. Господь с вами, ребята. Хащербина живет 150 лет. Говорит о покушении, вообще ничего не знал. Я бандитизмом не занимаюсь. Я нормальный, спокойный человек. Вы знаете, у него много врагов, кроме меня. Он хоть разберется с теми кругами, у которых он задействован. О политическом подтексте ночного инцидента говорят и в областной организации партии «Солидарность» блок Петра Порошенко. Правда, не исключает и другую версию. Возможно, да, это связано и с переделом той же самой земли. То есть уже сейчас какие-то группы пытаются захватить контроль над громадами, потому что завтра они могут получить доступ к земле. В полиции происшествия на камеру не комментируют. Мол, накануне праздников не до этого. На сайте лишь официальная информация. Пострадавших от взрыва гранаты нет. Личность хулигана устанавливается. Сергей Бордюжа, Игорь Воробей. Подробности, телеканал Интер, Запорожская область. Самая горячая точка на карте АТО – пригород Авдеевки. Боевики не прекращают обстреливать позиции военных в промзоне. Противник активно применяет артиллерию и минометы. Репортаж нашего военкора Вениамина Трубачева. Слышно выстрелы и через несколько секунд взрыв. Боевики круглые сутки ведут огонь по позициям военных. В основном используют минометы и гранатометы. Серьезные бои в районе Авдеевки идут даже днем. И вот хорошо видно, как несколько снарядов взорвались в поле, и оно загорелось. Противник начал активно стрелять зажигательными снарядами. Трава сухая и моментально воспламеняется. Из-за этого вести бой затруднительно. Для подсветки артиллерии специальная мина. Она подсвечивает. Они ее направляют так, чтобы она как раз еще когда летела, она когда падала на землю, она еще горит. И вот так вот поджигали нам тут посадку лесополосу. Солдаты показывают новые воронки. Это следы от вражеских мин. А рядом разрывы артиллерийских снарядов боевиков. Они в любой момент могут начать очередной обстрел. В редкие моменты тишины украинские солдаты пытаются отдохнуть. Прямо на передовых позициях. Но спокойствие длится недолго. Боевики открывают огонь из стрелкового оружия и гранатометов. Боевики обстреливают позиции военных в районе Авдеевки по всей линии фронта. Самая напряженная ситуация по-прежнему в промзоне. Там противник пускает в ход все имеющееся оружие. Сегодня за сутки было 17 обстрелов. В основном это РПГ, АГС, СПГ, минометы 80-е, 120-е. Крупнокалиберное вооружение. Украинские солдаты в повышенной боевой готовности. Сегодня ночью и завтра в день независимости военные ожидают провокаций со стороны боевиков. Вениамин Трубачев, Игорь Сули и Руслан Терентьев. Подробности телеканал Интер. Авдеевка. Донецкая область. Ангела Меркель, Франсуа Алант и Владимир Путин договорились обсудить ситуацию в Украине, в Китае, на саммите Большой Двадцатки. В каком формате лидеры уже пообщались и какой формат избрали для переговоров по украинскому вопросу, подробнее расскажет Татьяна Лагунова. Меркель, Алант и Путин побеседовали по телефону и договорились встретиться на полях саммита Большой Двадцатки, чтобы обсудить ситуацию в Украине. Это, пожалуй, главный итог телефонных переговоров трех лидеров. Остальные детали беседы каждая из сторон преподносит по-своему. На сайте французского президента сообщается. Франсуа Алант напомнил, что Франция последовательно не признает аннексию Крыма. Кроме того, Париж обеспокоен эскалацией на Донбассе, не видит альтернативы минским договоренностям и надеется на скорую встречу нормандской четверки на уровне лидеров. На сайте Кремля другой акцент, мол, Москва проинформировала Париж и Берлина якобы провокации украинской стороны в Крыму и подчеркнула необходимость проведения местных выборов на Донбассе. Пресс-служба Ангелы Меркель об этом телефонном разговоре вообще не сообщает. Еще в начале августа не исключали, что на саммите в Китае может состояться встреча нормандской четверки на уровне лидеров. Но потом Москва обвинила Киев якобы провокацией в Крыму и заявила, что такая встреча бессмысленна. Саммит Большой Двадцатки пройдет 4-5 сентября в китайском городе Ханчжоу. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала Интер. Будут ли в Китае обсуждать украинский вопрос без представителя Украины или кто-то все же примет участие в переговорах? Этот вопрос мы адресовали сегодня Министерству иностранных дел, но там от комментариев воздержались. Киеву нужно кардинально изменить внешнюю политику. Так считает лидер официального блока Юрий Бойко. Комментируя не приглашение представителей Украины на саммит Большой Двадцатки в Пекине, где лидеры Германии, Франции и России будут обсуждать украинскую проблему, Бойко заявил, цитируя, что это катастрофа на международной арене и дипломатическом фронте. Нонсенс, что наша внешняя политика вершится за пределами Украины, а страна является лишь послушным исполнителем чьих-то планов. В партии считают, что Киев стремительно теряет поддержку со стороны мирового сообщества, поэтому нужна полная перезагрузка системы международных отношений и новая внешнеполитическая доктрина. Гадание на визах. Информация о том, что безвизовый режим заработает уже с 1 января 2017 года, появилась сегодня в СМИ. Об этом написал в своем твиттере брюссельский корреспондент Радио Свобода. По данным Рикарда Йозвика, европейские дипломаты ждут окончательного решения Европарламента и Совета ЕС по Украине и Грузии уже в октябре этого года. Позднее эту информацию опроверг посол Украины в Европейском Союзе Николай Торчицкий. Он заявил, что не видел даже намека на подобные доклады в Европарламенте, хотя проекты все уже представлены и вопроса о безвизовом режиме для Украины в них нет. А в безвизовом для нас Израиле преступники использовали украинцев в качестве наживки. Как удалось освободить фигурантов этой криминальной истории и какое наказание понесут организаторы махинации? Узнаем от Сергея Ауслендера. Раскрылось мошенничество случайно. Сотрудники миграционной службы нагрянули в квартиру в одном из домов в городе Нетания в поисках нелегалов. Там действительно обнаружили группу людей, украинских граждан, причем глухонемых. Сразу после этого к делу подключилась израильская полиция. После нескольких месяцев расследования сыщики арестовали шестерых русскоязычных израильтян, членов преступной группировки. Выяснилось, что они действительно привозили из Украины в Израиль людей с ограниченными возможностями, а потом использовали в качестве попрошаек и уличных торговцев. При этом отбирали у них документы, отбирали заработанные деньги, селили по 10 человек в небольшую квартиру, постоянно избивали и запугивали. У нас есть доказательства в одном случае, когда глухонемая женщина подверглась изнасилованию одним из членов этой группировки. То есть речь идет о всех признаках, которые указывают на то, что здесь совершалось уголовное преступление, которое называется торговля людьми. И сейчас эти люди входятся в учреждение, которое называется убежище для людей, которые подверглись насилию. Поначалу пострадавшие отказывались писать заявление в полицию, настолько сильно их запугали. Потом все же согласились давать показания, но возникла неожиданная проблема. А как, собственно, брать показания с глухонемых? Мы столкнулись с тем, что переводы с языка жестов, которые существуют в русском и украинском языке, то есть для русских и для украинцев, он отличается. Отличается от языка жестов, которые используются в Израиле, в иврите. Переводчиков в итоге все же удалось найти. Сейчас жертвы бандитов рассказывают следователям, как было дело. Торговля людьми считается в Израиле особо тяжким преступлением. Закон очень сурово относится к тем, кто занимается таким вот нелегальным бизнесом. В ближайшее время полиция намерена передать материалы в суд. Виновным грозят очень длительные сроки лишения свободы. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. 250 тысяч евро за каждого. Таким штрафом Еврокомиссия собирается наказывать страны ЕС, которые не хотят принимать мигрантов. Этот вопрос сейчас обсуждают в Брюсселе. Новые правила должны принять Европарламент и Европейский совет. Убежище будут предоставлять только тем беженцам, которые докажут, что на родине их преследовали по расовым, религиозным или национальным признакам. Пока по программе ЕС удалось переместить всего лишь 1% беженцев. Самый важный свидетель. К британскому проповеднику радикального ислама, которого отправили в тюрьму за поддержку террористов ИГИЛ, выстроилась целая очередь из сотрудников европейских спецслужб. Какую информацию намерены выудить у него агенты, и каковы шансы на его сотрудничество, узнаем у Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Анджам Чаудари самый известный и влиятельный радикальный исламист Великобритании. 20 лет он проповедовал идеи шариата и привлек в качестве сторонников сотни, если не тысячи британцев. Более того, благодаря интернету Чаудари стал вдохновителем для тысяч мусульман по всему миру. Британские исследователи работали с проповедником с 2014-го, когда арестовали по подозрению в поддержке терроризма. Определили его связи с полутысячей британцев, уехавших воевать в рядах ИГИЛ в Сирию. Еще с десятками осужденных джихадистов, планировавших атаки в Соединенном Королевстве. Теперь доступ к информатору номер один просят предоставить европейские спецслужбы. Французская разведка уже договорилась с британскими коллегами о допросе Чаудари. Надеется вытянуть из него информацию о терактах, произошедших во Франции за последние два года. Тут же за французами в списке посетителей проповедника бельгийские спецслужбы. Им стало известно о связях Чаудари с 46 экстремистами, уехавшими из Бельгии на джихад. Представительство организации Аль-Мухаджирун, который руководил британский имам, есть и в Нидерландах, и в Дании, и в Италии. Последователи в Германии, Норвегии, и Финляндии. По самым скромным подсчетам, Чаудари замешан в 15 кровавых терактах. Так что его показания могут стать неоценимыми в борьбе с экстремистами ИГИЛ. Вот только есть сомнения, что он согласится сотрудничать со следствием. Светлана Чернецкая, Иван Ермаков. Подробности. Британское бюро телеканала «Интер». Вы смотрите подробности. И вот что у нас во второй части. Насильно мил будешь? Подмял ли под себя приватбанк продажи железнодорожных билетов? Грязные танцы. На что готовы кандидаты в президенты США в битве за заветное кресло? Тройное убийство. Вчера поздним вечером в селе Бобинце Тернопольской области 45-летний мужчина застрелил жену из охотничьего ружья. Местные жители вызвали полицию. Когда оперативники прибыли, мужчина угрожал убить и себя. Он заперся в подсобном помещении и открыл огонь по полицейским. Первым выстрелом он ранил в ногу инспектора Сергея Танасичукаева. Уже прооперировали. Вторая пуля попала в шею оперуполномоченного Александра Рудика. Майор погиб на месте. Во время спецоперации погиб и инспектор Андрей Чернятинский. Полицейские вынуждены были применить табельное оружие. Злоумышленника ликвидировали. В Тернопольскую область, где произошла трагедия, прибыла глава национальной полиции Хатяда Канаидзе. На своей странице в фейсбук она написала, что это черный день для нас полиции. Это правда черный день и трагический день для нас полиция. Для меня лично и для всех полицейских. Потому что мы потеряли трое замечательных полицейских. Уже выехала группа, которая укомплектована с представителями генеральной инспекции. Мы будем выяснять все детали. Военную технику передал сегодня украинским военным президент Украины. Всего 141 машину под Харьковом на аэродроме Чугуева. Петр Порошенко осмотрел самолеты, вертолеты, танки, бронетранспортеры и радиолокационные станции. Среди них были и новые машины, и те, которые побывали уже в бою, а теперь после ремонта возвращаются на передовую. Возможности тяжелой бронетехники президенту продемонстрировали прямо на полигоне. Танки и БТР в условном бою противника уничтожили. Как отметил глава государства, в этом году на фронт отправилось более тысячи единиц техники. Значную помощь в обеспечении армии, бронетранспортеров, техниками, майном, нарешті надают наши защитные партнеры. Это комплекты радиолокационных станций, станций контрбатарейной боротьбы. Нарешті надходять безпилотні авиаційні комплексы. Ми отримаємо тепловізори, надійні засоби зв'язку та багато чого іншого. І чим ближче к дню независимости, тем тяжелее ситуація на мариупольском направлении. Боевики начали применять дальнобольскую артилерію. Обстрелы не утихають даже днём. Все подробности узнаем от Станислава Кухарчука. Музыка, сотні людей, флагов по ночам окраина прифронтового Мариуполя буквально сотрясает от вражеских обстрелов, передавая всего в семи километрах. Поэтому День государственного флага для мариупольцев – очень особенный день. Я не знаю, я сейчас расплачусь. Этот праздник означает, что все-таки Украина наша независимая. Независимая, несмотря на все эти беды, несмотря на всякие невзгоды. А здесь, на тыловых позициях украинских военных государственного флага нет. Под утро его изрешетили осколки от снарядов боевиков. До передовой 20 километров. Раньше здесь была ремонтная база, теперь пепелище. Из крупнокалиберной артиллерии наёмники били больше часа. Сюда упало больше 40 снарядов 152-го калибра. Только чудом не тронув соседнее село. Ирина показывает подвал, где почти всю ночь пряталась с семьёй. Там покал у нас, он, смотрите. Там все, не только соседи приходят, у них приехала дочка с маленьким внучком. Все сюда бежать, все ховаются. По данным нашей разведки, боевики стреляли из гаубиц Мстабе. Их позиции в 25 километрах отсюда, возле оккупированного посёлка Приморское. Огонь корректировали с беспилотника. И чем ближе ко Дню Независимости, тем жарче становится на Мариупольском направлении. Если городу будет угрожать обстрел, то наши военные готовы открыть упреждающий огонь по артиллерии боевиков. Александр Пантелеймонов, Станислав Кухарчук, Даниэль Косаковский, Игорь Щепет. Подробности телеканал Интер. Бери не хочу. После того, как подробности анонсировали расследование о том, как Приватбанк продаёт ЖД-билеты, которых не сыщешь ни в кассах, ни на официальном интернет-сайте главного перевозчика страны на Укрзалезнете, ситуация вдруг кардинально изменилась, причём в считанные часы. Подробнее расскажут наши корреспонденты. Кассы ЖД-вокзала в Ивано-Франковске. Огромные очереди. Самый большой спрос – билеты на Киев. До конца месяца свободных мест уже нет. Анастасия живёт в Киеве. Часто ездит в командировку в Ивано-Франковск. С билетами, говорит, всегда проблема. Их нет, как и сегодня. Я не понимаю, чего я не могу через Укрзалезницу взять квиток. Ни через электронный сайт Укрзалезницы, ни в кассе. Для меня, как споживача этих послуг Укрзалезницы, я не зрозумелым и неприятным. А это уже черновцы. Очередей нет, но добраться в столицу поездом в ближайшее время горожанам тоже не удастся. Оксана Аниськова хотела поехать на парад ко Дню независимости. Купить билеты пыталась несколько дней. Но это не значит, что билетов вообще нет, говорят пассажиры, которые часто пользуются услугами Укрзалезницы. Люди уже разузнали. Предложений всегда масса на сайте Приватбанка. Дороже, чем в кассах вокзала, но приходится платить. Приватбанк имеет свои места, и они продают. Когда людям не нужно ехать и знать, что ты едешь точно в этот час и в этот день, то я думаю, что эти 2-3 гривни, ну не больше, я думаю, не 3, может 5, может 10 гривен больше. Почему же на сайте частного банка есть билеты, которые должны быть у Укрзалезницы? Сначала мы выясняли на местном уровне. Комментарий обещал директор ЖД вокзала в Ивано-Франковске, но, видимо, передумал. Поехал якобы на срочное совещание, которого на самом деле не было. А затем и вовсе отключил телефон. Отдувались подчиненные. Вы можете прийти в любую кассу, будь ласка, и подсказать за наявность в месте. На жаль, интернет и Приватбанк, я не могу вам сказать, я не следую за это. В центральном офисе Укрзалезницы факт сотрудничества с частными компаниями нам подтвердили. В письме отметили, подписан договор, по которому Приватбанк и еще 16 компаний предоставляют услуги по оформлению электронных билетов. Добавив, что никаких привилегий Приватбанк при этом не имеет. В пресс-службе самого банка тоже все опровергают. Однако, как только журналисты подробностей начали исследовать тему, билеты внезапно появились на сайте Укрзалезницы. На направление, куда еще вчера не было ни одного свободного места, сегодня их уже десятки. При том, что вагонов в поездах не добавилось. Данил Снисер, Жанна Дучак, Ольга Паломарюк-Зиновий-Автонас, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. И мы вернемся к трагедии в Польше. По уточненной информации, в результате ДТП в Польше погибли трое украинцев. Среди пострадавших также трое украинцев. Гражданство остальных сейчас устанавливают. Авария в Люблине произошла сегодня около 17 часов вечера. Микроавтобус с украинскими номерами столкнулся с фурой. Погибли пять человек. Трое человек, которые погибли в этой аварии, есть гражданами Украины. И другие, которые погибли, их гражданство остается сейчас. Среди пострадавших людей, которые живут в госпитале города Люблина, есть трое граждан Украины. Один из них, в воде микроавтобуса, перебывает в тяжелом состоянии. И житье двух инших ничего не загрожает. Сохранение и создание новых рабочих мест, рост зарплат и улучшение условий для работы бизнеса. Это главные приоритеты на следующие полтора года. Правительство, работодатели и профсоюзы вместе разработали и сегодня впервые подписали трехстороннее генеральное соглашение. Чего ожидают от его реализации, расскажут наши корреспонденты. Почти четыре года переговоров и вот профсоюзы и работодатели впервые подписывают с правительством генеральное соглашение, которое определит трудовую и социальную политику на полтора года. Я бы очень хотел, чтобы этот документ был нашим спильным обязанностям в связи с проведением дальнейших реформ. Мы должны создать необходимые условия для работы. Мы должны выработать конкурентный продукт. Мы должны обеспечить достойную заработную плату для украинских граждан. Мы должны создать систему, которая стимулюет создание рабочих мест. Именно сохранение рабочих мест и создание новых – один из приоритетов соглашения. По официальной статистике, в Украине около полутора миллионов безработных, но реально их намного больше. За два последние года, в результате глубокой финансовой и экономической кризисы, втрачено понадобие 2 миллиона рабочих мест в Украине. Поэтому пункт первый – это сохранение тех рабочих мест, которые на сегодня есть, и создание новых. При росте занятости может скласти от 300 до 500 тысяч граждан. Еще одна задача – повышение зарплат на предприятиях. В первую очередь тех, где средняя зарплата чуть больше 2000 гривен. В соглашении сказано, оклад работников должен расти быстрее прогнозируемого уровня инфляции. То есть в следующем году выплаты должны вырасти почти на четверть. А первого повышения стоит ждать уже на днях. В угоде мы уже заклали с моментами подписания. Для каждого предприятия, установки, организации должны быть подвышены ставки заработной платы через коллективные договоры, через угоды, как минимум на 10% уже, вважаете, серти. Создание новых рабочих мест и повышение оплаты труда напрямую зависят и от условий работы бизнеса. Этому посвящен целый раздел соглашения. В его основе принципы, прописанные в плане модернизации Украины. Этот документ был разработан по инициативе главы Федерации работодателей Дмитрия Фирташа при участии украинских и европейских экспертов. Реализация этого плана могла бы привлечь 300 миллиардов долларов инвестиций, соответственно, появились бы новые рабочие места, зарплаты могли вырасти до полутысячи евро. Пока же в программу действий власти попали только некоторые пункты документов. Мы взяли очень много пунктов, которые связаны с конкретными галузями, которые могли быть драйверами экономики. Бизнес хочет нормально, спокойно работать в всей стране, спокойно работать, не ждя рейдерских захоплений, не ждя незрозумимых переверок, валютное регулирование, дерегуляция промышленности, уменьшение количества переверок. Это практически все, что было закладено в текст угодов. Во время церемонии подписания соглашения премьер-министр предложил также создать должность заместителя министра экономики по вопросам промышленности. Кандидатуру пообещали согласовать и с работодателями профсоюзами. Андрей Кровец, Юрий Красновский. Подробности телеканал Интер. Сегодня в стране рождается настоящая украинская нация. Об этом в день национального флага заявил второй президент Украины Леонид Кучма. Высказался он и о ситуации на Донбассе. Я верю, что люди сегодня в Украине стали іншими. З'является нация украинская. С наступающим днем независимости украинцев поздравил президент Соединенных Штатов. Поздравление это поступило в адрес Петра Порошенко. В своем письме Барак Обама заверил, цитирую, США останутся вместе с Украиной во время ее противостояния российской агрессии. Он также отметил серьезные шаги, которые сделала Украина в борьбе с коррупцией. А в США президентская кампания набирает обороты. За что Дональд Трамп требует посадить Клинтон? Почему его супруга решила судиться с прессой? И зачем сама Хиллари решила открыть в прямом эфире банку с огурцами? Мой коллега Дмитрий Анопченко знает все ответы на эти вопросы. Он в Вашингтоне. В Америке не проходит и дня, чтобы оба кандидата не обменялись колкостями или обвинениями. Но теперь все еще куда серьезнее. Дональд Трамп потребовал, чтобы государство выделило специального прокурора, который расследовал бы действия Хиллари Клинтон. Трамп заявляет, скандал с ее электронной почтой в бытность госсекретарем должен изучить независимый прокурор, которого обязано назначить правительство. Потому что ФБР и Министерство юстиции, которые ведут дело сейчас, по словам политика, слишком уж зависят от Белого дома. Учитывая, что недавно обнаружили еще 15 тысяч имейлов Хиллари, о которых до этого не сообщали ее юристы, требование Трампа может иметь серьезные последствия. А вот его жена решила судиться с прессой. В Соединенных Штатах такого не припомнят, чтобы в финале гонки возможная первая леди подавала в суд на журналистов. Но Мелания Трамп и обижена, и разгневана. Ведь британская Daily Mail написала, что она до знакомства с супругом еще в 90-х якобы работала в эскортагентстве. А еще, что тогда находилась в Штатах без визы. То есть, по сути, была одним из тех самых нелегальных мигрантов, против которых сейчас так борется ее муж. Все это ложь, заявляют юристы. Пригрозили, что будут судиться со всеми без исключения СМИ, которые это перепечатали. Если информацию не уберут с сайта и не принесут извинения, и решили начать с Daily Mail. Клинтон тем временем приходится опровергать другие слухи о своей болезни. Тема щепетильная, официальных заявлений решили не делать, поэтому ее штаб организовал появление Хиллари на популярном юмористическом шоу, где она сама инициировала этот вопрос. Посчитайте мой пульс, пока я с вами разговариваю, чтобы вы были уверены, что я еще жива. О боже, я ничего не чувствую. Совсем ничего. Финалом стала шуточная попытка открыть банку маринованных огурцов, чтобы доказать, она сильна как никогда. Шоу хорошо смотрели, после него у Хиллари подрос рейтинг, его здесь каждый день замеряют, но в этой гонке финал неясен до самого конца. И любой поворот событий способен повлиять и на ее исход, и на симпатии американцев. Из Вашингтона Дмитрий Анопшенко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала, Интер. Во Франции выборы стартуют в следующем году, и вот новость Николя Саркази заявил, что не бросит страну в трудную минуту, и, конечно, будет бороться за право стать кандидатом в кандидаты. Какие у него шансы, и что он обещает? София Гордиенко изучала вопрос. Во-первых, он торжественно обещал уйти. Если вы проиграете выборы, вы оставите политику? Да. То есть, после 7 мая вы окончательно уйдете? Вы можете еще третий раз спросить, ответ тот же. Да. Но политика, искусство невозможного здесь и не такие обещания проваливали. О своем участии в праймаре Саркази объявил хитро в книге, которую увидела мир на этой неделе. Неброская обложка, трехцветный шрифт, название тоже без фантазии, все для Франции. Это вообще скорее книга рецептов, издание второе, дополненное. 80% содержимого книги уже было в его предыдущем произведении «Франция для жизни». Но есть и новое. Например, по поводу миграции говорит, сегодня Франция должна остановить всякую миграцию, экономическую и семейную, пока не минуют трудные времена. Конечно, в первую очередь это сборник предвыборных обещаний, но прежде чем побороться на выборах с левыми, Саркази предстоит война с правыми, то есть со своими же. Внутри партийные выборы у республиканца назначены на ноябрь, и здесь у него около 10 проходных и один серьезный соперник – Алан Жупе. Бывший спичрайтер Жака Ширака, человек, которого за блестящие математические способности прозвали «ходячий компьютер», в последний раз решил испытать свои силы в президентской гонке. «Я решил давно, время пришло, к тому же друзья спрашивали, когда?» «Почему вы будете лучшим?» «Кажется, сейчас такое время, когда французам нужно несколько вещей и достичь их нелегко. Умиротворение, доверие, дух единства и потом реформы». Правда, есть и проблема – возраст. Жупе – 71 год. Его еще со времен пребывания на посту главы МВД считают ретроградом. Вот уже год идет работа над имиджем политика. Ему приходится и клетчатые рубашки надевать, и даже играть с молодежью в пиво-понг. Но на сегодняшний день он лидер среди правых. По крайней мере, пока Саркази он опережает точно. София Гордиенко, подробности Европейское бюро телеканала «Интер». «В Техасе студенты теперь могут ходить на пары с оружием, а в Норвегии обычный пингвин дослужился до генерала. Об этом и не только в нашем обзоре». «В Китае после длительных дождей и потопа в городе Ланчжоу прямо под людьми обвалилась дорога. Крупная брусчатка на пешеходной улице посыпалась вниз, как домино, и вместе с ней два человека, которые в это время шли по тротуару. Из ямы, заполненной водой, их достали спасатели. Пострадавших сразу же госпитализировали. Сейчас их жизни ничто не угрожает». Телефон для людей, у которых все валится из рук, придумали в США. У аппаратов всего четыре запчасти, и все они на магнитах сделаны так, что неправильно сложить их просто невозможно. Более того, телефон умеет собираться сам, утверждают изобретатели. В доказательство этого они бросили телефон в барабан. Там из-за особенностей конструкции деталей и магнитов телефон сложился именно так, как следует. В Техасе студенты теперь могут приходить на пары с пистолетами. Скрытно носить оружие на территории университетов и кампусов разрешил суд штата. После того, как в прошлом месяце закон вступил в силу, преподаватели подали иск с просьбой отменить эту норму. Вопреки их доводам суд постановил, ни Конституции США, ни местным законам новый документ не противоречит. Почти полторы тысячи американцев незаконно приплыли в Канаду. Участники традиционного заплыва на надувных матрасах стартовали в американском штате Мичиган. По реке Сент-Клэр, которая разделяет страны, случайно добрались до канадской провинции Онтарио. Странную флотилию заметила береговая охрана. Путешественники сбились с курса. Большинство плавсредств пришли в негодность, но никто не пострадал. Домой спортсменов возвращали уже на автобусах. Хотел произвести впечатление на любимую девушку, но попал в западню. Американец в городе Питтсбург застрял между двумя зданиями. Чтобы удивить невесту, парень пытался перепрыгнуть с крыши одного дома на соседний. Вытаскивали горе героя-любовника из ловушки почти три часа. Для этого спасателям пришлось буквально раскрошить стены зданий, которые держали трюкача как тиски. Пострадавший отделался легким испугом и незначительной травмой лодыжки. Генерал-пингвин Нильс Улов Королевский пингвин из Эдинбургского зоопарка стал бригадным генералом Королевской гвардии Норвегии. Более 50 гвардейцев присутствовали на церемонии присвоения звания. Маленькому генералу даже сделали специальный погон. Это уже третий генерал-пингвин Норвежской Королевской гвардии. Традиция тянется с 1972 года. Первая птица, которая удостоилась воинского звания, была подарена Норвегии и Шотландии. Тогда пингвину присвоили чин сержанта. Российские паралимпийцы в Рио не поедут. Все подробности апелляционного спортивного суда в Лозанне, а также о реакции Москвы, нам расскажет Данил Русаков. Российские паралимпийцы в полном составе на игры в Рио не поедут. Такое решение сегодня принял спортивный арбитражный суд в Лозанне. Апелляционную жалобу комитета из Москвы там рассмотрели и решили постановление предыдущей инстанции оставить без изменений. Судебная комиссия пришла к выводу, процессуальных нарушений нет. Международный паралимпийский комитет обоснованно отстранил российских спортсменов-инвалидов. Причина доклад ВАДа, в котором не только разоблачили махинации с допингом среди игроков во время предыдущей Олимпиады в Сочи, но и подвергли резкой критике поведения профильных российских чиновников. Они, как стало известно из расследования, подмешивали запрещенные препараты, а также подменяли результаты анализов. Об этом рассказал бежавший в США бывший глава антидопинговой лаборатории России Григорий Радченков. После чего главное управление следственного комитета открыло уголовное дело. Обвинил Радченкова в коррупции. Случай формально с допингом не связанный. Но в Москву путь ему теперь закрыт. На сайте паралимпийского комитета распространили заявление. В нем только подробности выступления на суде в Лозане профильных чиновников, в частности президента ведомства Владимира Лукина. И больше ничего. Решение по паралимпийцам стало как гром среди ясного неба. Ведь почти два месяца назад МОК формально отстранился от решения не пускать обычных игроков в Рио. Их судьбу должны были определить профильные ассоциации. Данил Русаков и Олег Неведомский. Московское бюро. Телеканалы.Интер. Прапор Гидности. Прапор Перемог. Прапор Народжених Вильними. 23 серпня. Вшануй символ Украины. Приеднуйся до акции. Прапор у твоєму вікні.